интенсивность падающего света, а не нулевой интенсивность при определенной длине волны интенсивность света, который прошелся при той же самой длине волны пропускание, Т я обычно обозначаю, это что может быть? 100% это когда у нас? когда И, деленное на И нулевой, да? безразмерная величина, да еще умножать на процент на получаемость поняли? чтобы знать вот, а интенсивность излучения рейнского рассеяния можно, грубо говоря, принять это уже излучение это величина, которую мы с вами фиксируем можно принять какой-нибудь максимальный пик взять его за единицу и все остальное ну, либо за 100% и все остальное, соответственно нормировать относительно этого пика вот, значит, спектр комбинационного рассеяния изображается в относительных частотах по отношению к длине волны падающего излучения то есть в падающем излучении принимается заново и дальше смотрится вздвиг относительно падающего излучения понятно или непонятно? самое главное, вот поймите, что у нас вот те картинки, вот первые вот это самое, два варианта, которые я написал на словах и уравнение вот это уравнение сохранения энергии, вот и все вот вся Романовская ступероскопия ну, давайте поймем, что мы можем появить с этой Романовской ступероскопией ну, видите, по существу мы имеем некие пики, которые нам характеризуют соответствующие функциональные доны почти то же самое, что и в Романовской ступероскопии теперь количественный анализ можем говорить, можем по спектру субиненциума основывается на прямой пропорциональной зависимости между интенсивностью рассеянного цвета и числом молекул в единице объема вот эта интенсивность света, которую мы с вами регистрируем это число молекул это, значит, и вот эта вот маленькая сточка это интенсивность рассеянного излучения приходящегося на одну молекулу и здесь некий коэффициент он обозначается как К-малекость индекс НТ, зависящий от условий эксперимента ну, по существу это условия, которые характеризуют нам сам спектральный прибор и мощность источника возбуждающего света вот можно получать зависимость между между соответствующей по рассеянному, по тому, чтобы регистрировать на определенной длине волны вот это все на определенной длине волны можно получать информацию о концентрации вещества значит, какое очень важное применение может пройти этот метод я не знаю, может и на поле как вы думаете дистанционный анализ вообще возможно ли дистанционный анализ можно с помощью комбинационного рассеяния амболитического дистанционного анализ как вы думаете чего? вот я и вы я вас не обнимаю смотрю на вас со стороны в небольшом расстоянии и говорю, что вы там я не знаю у вас такой то есть непосредственно на расстоянии на дистанции на космических телах сложно а что тут нет, ну вот подумайте какие есть важные задачи очень важные для нашей страны вообще, для мира которые военные задачи которые можно было бы вот с помощью этого метода проводить дистанционный анализ ну, выбросы какие-то, да например, отравляющих веществ или какая-нибудь труба там начинает вы не можете попасть на территорию, да а вам надо посмотреть что у вас из трубы а надо взять все равно расстояние должно быть фиксировано чем дальше тем более рассеянные свет и меньше точность вот пример использования для определения загрязняющих веществ да конечно атмосфера вот у нас есть возбуждающие излучения да и мы фиксируем рассеиваем в принципе такие установки я не знаю там вот когда я был сравнительно молодых они еще не старые вот они создавались в Советском Союзе для того чтобы дистанционно определять отравляющие вещества ну а на какое расстояние это? что-то установка как она вот вот смотрите у вас есть есть я просто видел надо было принести картинку показать вам картинку какая-то установка у вас есть лазерное излучение у вас где-то есть какая-то труба да я не знаю кто-то какое-то облако появилось да соответственно вы лазером туда светите и смотрите рассеянное излучение которое соответствует ну скажем определенным отравляющим веществом вот в спектре комбинационного рассеяния вы наполните полосу которая соответствует наличию там какой-нибудь гадости да то есть это должно отражаться от этого выброса не отражаться а рассеивается она будет рассеяться и получается во все стороны да оно рассеивается во все стороны поэтому вот все эти системы которые собирают свет они имеют вот такие вот я просто видел их такие вот объективы чем больше вот мы смотрим в космос вы видите да в зеркалах здесь то же самое мы же смотрим мы можем померить примерно состав потому что собираемся большие да конечно то есть сама система и из космоса очень широкая я вам рассказываю это вот одно из таких очень интересных применений комбинационного рассеяния когда можно проводить дистанционное определение загрязняющих веществ вот мощный импульсный лазер монохроматор стоит детектор регистрирующего фокусирующего оптика валенту загрязняющего вещества то есть в принципе создание таких систем позволяет нам проводить в данном случае анализ загрязняющих веществ в атмосфере не отбирая эти вещества мы не попадаем в зону воздействия этих веществ это не дистанционная анализ понятно мы не должны брать переносить они где-то там а мы здесь не да кстати я точно я этим не занимался качественно да качественно я знаю что у меня один из моих друзей занимался тем что создавал систему для определения то ли потислоты то ли затислов азота я точно не знаю для того чтобы из космоса наблюдать за стартом космических ракет из каких-то шахт вы знаете что у нас когда очень высокая температура происходит окисление азота резкое повышение содержания вот он этим занимался Саша Семец и сделал так что это было советское время очень много уважаемых человек ладно тут же теперь вот некие аналитические характеристики что вы себе представляете на самом деле все эти методы они не обладают какими-то супер высокими аналитическими характеристиками по пределам вооружения но тем не менее вы должны знать их вот и как скетроскопия это где-то бесконцентрирование потому что есть еще такое понятие как концентрирование если ну это считайте пробоподготовка это прямое определение это вот 10 минус 1 до 10 процентов массовых примерно то же самое в спектроскопии комбинационного рассеяния а вот резонансная спектроскопия комбинационного рассеяния она все-таки обладает лучшими характеристиками видите да и теперь анализ объектов значит в принципе анализ газа в жидкости пленых земл вот здесь анализ газа в жидкости определение загрязнения воздуха вот был институт спектроскопии и в области по-моему там был такой академик Зуев и он как раз создавал систему для дистанционного анализа атмосферы по определению загрязняющих веществ насколько вы внедрены эти системы в мире? по-моему 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 по-моему